Девушки отдыхают Было весело, я наблюдал все это, и мы такие, вау, надеемся, они выйдут в обнимку оттуда. В тот момент я был в завязке уже пару лет и чувствовал, что могу вот так просидеть с ним, болтая, один на один. Несколько часов. Просто обычная встреча. Меня не волновала группа. Все, что меня в тот момент волновало, так это взять его номер, чтобы мы могли звонить друг другу. Просто попросить прощения друг у друга, потому что знаем друг друга давно. Это было очень классно. Я все понял, как только увидел его лицо, я такой, вау, все имеет смысл. Джене была здесь с ним, напоминай мне, что он ушел ради нее. И потом держишь эту мысль в уме во время разговора. Затем они вышли вместе, над чем-то смеялись, и ледяная глыба была разбита. Понеслось, ребят? Он знает. Нет. Могу я потусить? Чувак, ладно, я покупаю. Да. Да. Слушайте, Брайан Хэт Уолч будет играть блайнд с нами. Больше 30 тысяч в Северном Коколаке. Я хочу позвать моих самых старых, верных, самых любимых друзей. Мой малыш! Парни, готовы зажигать? Здесь все и произошло на рот. Парни, готовы зажигать? Казалось, он снова будет на высоте, потому что обычно там был один регги, а теперь опять он. Было хорошо, как будто группа снова, все было хорошо. А я только и мог что? Плакать. Не знаю, это был один из тех моментов, который по каким-то причинам еще лет 8 назад не казался правильным. Но потом, раз и случилось. Бог открыл дверь, и это было правильно. Бог вас благословит. Пока, народ, мы любим вас. Я могу с уверенностью сказать, он был счастлив. Я приехал домой, и мне звонит Манки. Эй, мы будем записывать диск. Я не хочу, чтобы ты возвращался против своей воли, но я хотел бы видеть тебя как своего старого друга. И общаться с тобой, поэтому... Если ты решишь записывать с нами, дверь всегда открыта, дай знать. И я. Ну что, ты будешь с ними? И в конце концов, я полетел туда, к ним. В комнате постоянно чувствовалось положительная энергия. Мы все ходили, обедали к моим родителям. Как старые друзья ужинали вместе, так сказать, преломляли хлеб. Следующий месяц мы записывали с ними, тусовались, общались. И становилось все лучше, лучше и лучше. Было круто. Мы не общались долгое время. А теперь, когда стали вместе тусоваться, я увидел, каким он стал. С ним не будет проблем. Он совсем не как проповедник. Все, что я могу сказать, так это то, что у Бога есть планы. Это может быть даже такая простая вещь, как собрать всех пятерых вместе. И они снова стали лучшими друзьями. Но сейчас все глубже. Мы сильнее, когда мы все вместе, это точно. И я не знаю, что это, но оно стало больше нас.